Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о таком великолепном танке как СТ-1. Ну и заодно вы можете на фоне увидеть мой бой на этом танке, в принципе он неплохой. Играю я кстати на пресс-аккаунте и у меня теперь появилась возможность поиграть на любом танчике, так что можете в комментариях написать о каком танчике вы хотели бы увидеть видео. Поэтому по СТ-1 я могу сказать, что это просто чудесный танк, мне он очень нравится, люблю на нем поиграть. У меня сейчас есть возможность на любом танке играть, но я очень много провожу боев на СТ-1, несмотря на то, что это танк 9 уровня. Но машина очень добротная, интересная и она универсальная, то есть СТ-1 себя чувствует везде хорошо, на любой карте. Ну у меня лично не возникало никаких проблем, везде СТ-1 мог нагнуть. Итак, что же есть хорошего в СТ-1? Во-первых, это его непробиваемая башня, которой действительно можно хорошо танковать. К тому же танк довольно высокий и можно за счет всяких там укрытий неплохо играть, за счет трупов других танков и так далее. К тому же у СТ-1 отличные углы вертикальной наводки, что для советских танков редкость, поэтому играть от всяких холмников одно удовольствие. И меня лично это радует. Единственное, что в борт башни может там прилететь, потому что она большая и за этим надо следить. И также стоит помнить, что башня поворачивается довольно медленно. Скорость у СТ-1 очень даже хорошая, меня она полностью устраивает, как для тяжа. Очень даже неплохая скорость, которая позволяет занимать хорошие позиции, быстро идти в атаку. В общем, со скоростью все в порядке. Что касается пушки, то в целом она неплохая, имеется отличное пробитие, неплохой альфа-страйк. Но то, что меня раздражает, так это долгое сведение 3.4. Но я нивелировал этот недостаток, просто поставил стабилизаторы вертикальной наводки и приводы. То есть сразу вместе их поставил. И теперь сведение меня уже устраивает. Пушка в целом после вот такого нехитрого апа действительно стала намного лучше. Да, перезарядка у вас будет чуть медленнее, но это не критично. Я считаю, что гораздо важнее на СТ-1 как можно быстрее сводиться. А учитывая, что сведение у него слишком долгое, я считаю, что этот параметр нужно обязательно улучшать. И, например, можно там поставить специальные перки. И также, конечно, как я уже сказал, оборудование сразу и приводы, и стабилизатор. Почему это так важно? Дело в том, что на СТ-1 вы можете там высунуть лишь одну башню. Противник увидит, что пробить вас никак невозможно. Он начнет сразу же отъезжать, там прятаться. И в итоге у него есть вероятность уйти без получения от вас урона. А это, конечно, для вас будет неприемлемо. Поэтому нужно как можно быстрее высунуться, свестись и нанести противнику урон. И в таком случае быстрое сведение очень даже кстати. Ну и также стоит отметить, что у СТ-1 есть хорошее качество. Это то, что у него отлично бронирован весь лоб, не только башня, но и ВЛД у него хорошо бронирован и НЛД. То есть слабых мест почти что нету. На башне тоже слабых мест немного. Есть один яичок, но он очень маленький. Его сложно пробить даже с мощных орудий. И его еще нужно выцелить. Так что СТ-1 опасная штука. Если игрок грамотно на нем там как-то танкует, то уничтожить эту машину будет довольно проблематично. Также стоит отметить хорошее бронирование бортов. И в целом по бронированию СТ-1 получает твердую пятерку. Действительно танк способен очень хорошо вытанковывать урон. И если вам нравится сдерживать какое-нибудь направление, вытанковывая там десятки снарядов, или наоборот продавливать какое-то направление, ведя свою команду вперед, то СТ-1 точно для вас. Лично мне этот танк нравится тем, что на нем не нужно там стоять позади всех, там крысить. На нем можно просто ехать и давить. Что лично мне очень сильно нравится. Ну и также стоит отметить, что этот танк способен действительно нагибать и наносить много урона. Главное, что на СТ-1 очень интересно играть. И на любой карте можно сейчас найти место для этого отличнейшего танка. В общем, всем советую, обязательно качайте. По крайней мере ветка в целом очень хорошая. И лично мне танк очень сильно понравился. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока!